всем привет сегодня я расскажу как пройти первый сценарий за леона на хардкоре ничего необычного просто прокомментирую все свои действия и расскажу о фишках которые я использую будем проходить наилегчайшим способом так чтобы гарантированно не умереть и я думаю так как у меня 60 fps эта тактика подойдет для всех платформ включая playstation xbox steam поэтому если вы хотите узнать как проходится игра самым простым способом пожалуйста смотрите это видео итак пропускаем заставку и бежим на зомби он не успевает встать поэтому мы пробегаем сквозь него так ждем когда он упрется в стенку и пробегаем мимо него бывает момент когда зомби идет прямо на леона тогда не нужно паниковать нужно дойти подальше и выстрелить ему в колено когда зомби пошатнется пробегаем мимо него но в 90 процентах случаях тактика когда он упирается лбом в стенку и вы пробегаете мимо всегда работает так что нормально итак долго здесь не втыкаем разворачиваемся и бежим полицейском участке если долго стоять на месте то зомби до вас рано или поздно зайдут ну в принципе здесь ничего сложного нет на пути к полицейскому участку очень мало зомби в отличие от оригинальной игры где леону надо было пробиваться через толпы здесь мы просто бежим оглядываясь по сторонам так спереди нас ждет опасный зомби подождем когда он отойдет и затем пробегая мимо него потому что если пробегать рядом даже если вы пробегаете за спиной он может развернуться и схватить вас поэтому не рискуем так здесь у нас лежат патроны и хилл в туалете теперь мы более опасны для зомби чем ранее у нас есть дополнительная обойма для пистолетов валите у нас всегда из хилл возьмем его на всякий случай он восстанавливает все жизни так что эта микстура нам пригодится нам возможно в будущем или это мы спасти не сможем а его просто забираем блокнот подходим к двери к нам ломится зомби его нужно уложить на стол это но это обязательно сделать потому что если он будет ходить по комнате он рано или поздно из нее выйдет и нападет на нас в коридоре а мы в этот коридор будем возвращаться поэтому лучше его уложить на стол дальше бежим вдоль вдоль этого шкафа зомби не успевают развернуться если сделать все правильно это самые слабые зомби в игре поэтому можно стрелять им не обязательно стрелять ему в голову они довольно быстро умирают так этого толстого нужно обойти потому что нам понадобятся доски и патроны нам повезло короче два выстрела и два оглушения почему я пробежал мимо шкафа и мимо этих зомби рискуя жизнью потому что со спины идет зомби который вылез из окна если долго с ними перестреливаться он рано или поздно подойдет и схватит нас поэтому лучше рискнуть и пробежаться мимо них ну в крайнем случае у нас есть хил если бы они нас укусили то мы бы просто вылечились все никаких проблем здесь у нас еще одна хилка стоит траву подбирать не будем потому что она пока не нужна у нас так достаточно хило так вот этот коридор безопасен бежим по правой стороне если прижиматься к стене то зомби который висит не упадет на нас доски которые мы взяли ранее можно сейчас использовать на дальнем окне вот на этом тогда зомби не разобьют окно и не пролезут к нам в полицейский участок мы мы в этот коридор будем возвращаться поэтому забить заколачивать это окно обязательное условие нашей безопасности подбираем здесь патроны и фишка которая я недавно узнал когда сходится перекрестие так если стрелять в голову то шанс крита выше я не знаю работает или не работает но по ощущениям вроде бы да гарантированной информации у меня нет по этому поводу поэтому мы ждем когда ли он прицелится и стреляем в голову надеемся на крит смотрите крит выпал так у нас еще этот зомби нужно их обязательно убить потому что мы будем сюда возвращаться смотрите опять крит да работает значит ну что ж не обманули их убить обязательно потому что мы сюда будем возвращаться а если их не убить они будут ходить в случайных местах и даже могут подпереть дверь и выходя из двери сразу же вы нарветесь на зомби и тогда у него она вас схватит так код от сейфа 9-15-7 по-моему документ который который можно прочитать код от сейфа находит в находится в офисе stars нам этого не надо мы будем заранее короче подбирать все бонусы будем считать что один раз мы игру прошли записали все на листочек теперь знаем все фишки так забираем здесь обоему сразу же апгрейдинг пистолет этого дядю надо заколотить чтобы он не вылез иначе он здесь будет ходить хотя он исчезает после того как мы сюда вернемся но там появится второй поэтому нам не надо здесь зомби не будем рисковать мы будем максимально соевого играть убираем вообще все предметы кроме патронов для пистолета мы уже сэкономили много патронов потому что потому что зомби что голова зомби разлетелась так ну и ту же тактику мы будем применять на этом так я ему в руку попал он падает но он тут всегда падает если правильно стоять мы его убить убьем потому что мы будем сюда возвращаться мы будем сюда возвращаться и если он будет ходить есть шанс что нас укусит мы никаких шансов игре давать не будем играем на соточку чтобы сто процентов верное прохождение без всяких там укусов без всяких ранений сведем укусы и ранения к минимуму так здесь берем доски обязательно потому что сейчас мы будем внизу заколачивать двери патроны больше здесь ничего нету нам нужно зачистить библиотеку есть два зомби которые будут нам мешаться это тетя и дядя который жрет там зомби их обязательно убить надо так но она очень слабая можно не торопиться не обязательно и в голову стрелять но мы рассчитываем на крит возьмем здесь нож нож пригодится обязательно помощью ножа мы будем убивать босса так еще раз объединяем порох и у нас уже дофига порох блокнотики так рыба рыба скорб вода все эти коды от от статуй находится в блокноте эллиота то не в курсе подвинем сейчас стеллажи чтобы когда тиран будет за нами бегать мы не тратили время на передвижение стеллажей так ну давайте вот этого парня нам нужно пристрелить а пусть идет за нами отлично у нас экономия патронов просто колоссальная я честно не знаю куда куда их девать вообще невероятно не вера я но так бываем дверь синим ключом тот парень который лежал в библиотеке белой рубашки если его обходить по правой стороне вот как я сейчас то он не не встает поэтому трогать мы его не будем чтобы сэкономить патронов лев ветка птица так используем медальоны чтобы освободить инвентарь у нас их уже две штуки пол дела выполнено открываем эту дверь синим ключом чтобы потом его выкинуть если мы не откроем все двери синим ключом то он будет у нас в инвентаре пылиться так сейчас заколачиваем самое важное окно его заколачивать обязательно потому что из него вылезет зомби когда у нас нападет тиран мы убежать от него не сможем если окно будет не заколочь поэтому обязательно заколачиваем так убираем лишние предметы я думаю 24 патронов 24 патронов нам хватит здесь мы больше убивать никого не будем только оглушать так пароль от этого сейфа находится в этой допросной довольно нескоро мы его добудем поэтому будем проходить так как будто бы мы уже знаем игру вот у нас новый пистолет улучшенной точностью стрельбы или чё-то вроде того не помню что это насадка дает нам так заходим сюда берем карточку потому что нам понадобится дробовик из дробовика будет тяжело можно пройти с одним пистолетом но это будет проблематично а мы будем а мы будем проходить наиболее легким способом так берем доски обязательно патроны и болтарез так выкинем синий ключ итак не тормозим сразу же бежим к следующей двери из окна вылазить зомби рано или поздно он прорвется к нам в комнату мы этого момента ждать не будем убираем флешку патроны калачим окно чтобы зомби здесь не вылез потому что мы вернемся в эту комнату убираем порох предохранитель обходим этот стол стороной здесь у нас еще порох комбинируем получаем патроны дробовика зомби ушел все мы уходим убивать здесь никого не надо потому что как только мы сюда вернемся в следующий раз когда мы вернемся здесь уже никого не будет и вот этого жерлия тоже поэтому кого-то убивать смысла особого нету ладно выкладывать мы ничего не будем то что у нас в инвентаре нам нужно ну погнали снова в этот коридор обходим этот труп чтобы он на нас не упал здесь за углом зомби стреляем ему в ногу и убегаем убивать его тоже не надо потому что здесь мы больше пробегать не будем смысл его убийстве нет никакого берем и тонатор возьмем праву флешку и возвращаемся в коридор здесь вооруженную не забываем взять дробовик да мы тоже уже не вернемся перезаряжаем дробовик так зомби ну все собственно что бежим сюда тебя встает здесь тетя ждем когда она встанет и упадет вниз стоим здесь она пойдет на нас падает разбивается нам без разницы потому что мы сюда возвращаться уже не собираемся пусть ходит сколько угодно шкафах лежат патроны для дробовика пароль кэп забираем патроны используем клапан двигаемся к следующему шкафчику здесь порох синий выбираем его на диване лежат патроны для дробовика бежим можно бежать быстро пока у лизуна проходит анимация он на нас не напрыгнет объединяем батарейку с детонатором и забираем все патроны патронов флешка флешку порох снова объединяем получаем патроны для дробовика забираем хилл и можно взять траву теперь медленно выходим из офиса stars и не торопясь движемся к выходу за углом лизу но он не успеет спуститься и продамажить нас потому что мы аккуратненько идем так ну впереди у нас последний медальон нам нужно использовать детонатор так 10 секунд чтобы свалить мы выходим за эту дверь и возвращаемся чтобы шкаф не упал и не заблокировал нам выход иначе следующий трюк у нас не получится сейчас мы будем бежать от лизуна так дева стрела змея берем медальон и бежим прямо на лизуна откуда выпрыгивать бежим прямо этим сворачиваем направо лизун там бьет руками ногами промахивается мы уже свалили пока не хитрая фишка иногда он может ударить языком но ничего страшного в этом нет обходим вот этого дядю который здесь сидит он нам ничего не сделает там зомби ворвался в библиотеку но я думаю он нам не помешает надеюсь и на это используем последний медальон и заходим в комнату впереди у нас сражение с боссом так для этого нам понадобится две флешки одну выкладываем пистолет можем выложить хил один возьмем и нам нужны два ножа потому что один у нас могут выбить если один выбьют у нас будет 2 тактика довольно простая бьем ножом и даем гранату он оглушается снова объем ножом затем кидаем вторую гранату снова оглушается бьем ножом затем снова кидаем третью гранату и все босс мертв в любом случае мы потратим у него большее количество жизни то есть там если у него и останутся же после того как вся комбинация с ножами и дробовиками закончится то мы его с ножами и гранатами точнее закончится мы его из дробовика добьем короче давайте считать удары сколько ударов нужно нанести прежде чем кинуть гранату так подбегаем сразу к нему наносим примерно 10 ударов и 4 5 6 7 8 9 10 11 12 кидаем гранату убегаем теперь бьем до оглушения он должен оглушиться оглушился кидаем флешку промазали флешками слишком рано кинули флешку бьем ножом он должен оглушиться второй раз так ладно у нас ударил у нас есть хил так мне непривычно так бегать давайте поменяем направление бега ну он вообще раненый очень сильно у меня оружие было не перезаряжено так нож нам не нужен в общем примерно такая тактика с флешкой конечно я накосячу не получилось я короче его ослепить да ладно патроны мы в любом случае сэкономили ну что ж я когда сражаюсь с боссом меня немножечко там я слишком напряжен не могу комментировать особенно когда что-то идет не по плану ну примерно короче так бьем бьем ножом затем он выходит из оглушения кидаем гранату которая взрывается он снова оглушается бьем ножом он он станется на некоторое время там у него слишком мало жизни становится затем когда он из тана выходит кидаем флешку снова ножом бьем и так пока не закончится граната все просто тут довольно все просто это все мы убираем так вот берем матильду мы будем с матильдой бегать сейчас мы ее проапгрейдим можно запастись запастись хилками то есть не убегать от него и не стрелять из гранатомета а взять например две хилки да и он и когда он у вас ударяет продолжать бить ножом затем он может попытаться схватить у вас в любом случае два ножа один нож втыкаем и дальше бьем ножом и короче пока бить его пока не убьете с ножа то есть это довольно рабочая тоже рабочая тактика чисто с ножа его завалили с помощью гранаты ножа не используя даже огнестрельное оружие ну в общем короче там попрактикуйтесь поубивайте его разными способами убивать его с ножа я бы сказал обязательно потому что это экономит много патронов то есть тогда вам на всю дальнейшую игру хватит патронов для дробовика и для пистолета если вы убьете босса этого босса с ножа вообще не придется экономить патроны но ну хотя бы отнять ему половину жизни с ножа так будет так здесь мы подбираем патроны для дробовика лучше забежать сюда заранее до того как включим свет потому что здесь зомби оживут тогда придется тратить на них патроны бежим на парковку тоже до включения света пока здесь не появились собаки потому что когда мы включим свет на парковке будет много собак а нам нужен пистолет до того как их станет много потому что он становится невероятно мощным без этого пистолета мы без апгрейда мы собак не завалим по крайней мере это будет сделать очень тяжело ну а мы не выбираем сложных путей правильно мы идем максимально простым способом так здесь у нас порох убиваем собак которые в клетках потому что потому что если их не убить они выйдут на свободу и будут нас кусать нам этого не надо убиваем их заранее зайдем в морг нам здесь нужно две вещи крова и граната расположены они вот здесь вот в этих местах здесь еще и лежит розовый ключ но его подбирать не будем потому что мы не охотимся за за этим за кнопочкой за кнопочками так если не брать розовый ключ то зомби не оживут поэтому мы можем опять же сэкономить патроны на этом если бы мы взяли розовый ключ то два зомби бы ажуров и одного пришлось их убивать а нам этого не надо так у нас порох объединяем для дробовика не забываем взять коробочку и идем включать свет так у нас вырвались собаки на свободу мы их будем убивать чтобы они в жизни к счастью их не очень много потому что мы завалили тех которые были в клетках поэтому никаких никаких проблем с убийством собак не возникнет вот так вот я меткий мастер стрельбы по движущей по бегущей мишени не могу попасть ого ого как будто бы из дробовика выстрелила она прям отлетела так ну мы можем патроны тратить как мы хотим из пистолета потому что сейчас мы его использовать не будем мы будем использовать дробовик так давайте зайдем сюда если нам повезет мы увидим собак так если их убить заранее давайте отойдем от двери затем подойдем еще раз чтобы они не нет они все равно агрятся да просто они могут через дверь ударить все мы убили всех отлично так что мы можем бежать по по парковке в следующий раз и не бояться что нас укусит собак если кстати жать правую кнопку мыши когда поднимаетесь по лестнице то это ускорит передвижение Леона по лестнице полезная фишка когда вы убегаете от тирана очень пригодится так убираем пистолет берем дробаш и патроны ему пистолет наверное нам больше не нужен сейчас будем убивать зомби выстрелом в голову нужно короче дать им подойти поближе если стрелять издалека то башка не отлетит но это опасно как вы можете видеть потому что если он нас если подпустить его слишком близко он может нас хватить так этим этих этих довольно просто убить потому что они ползают и не обращают на нас внимание с ходячими все сложнее обязательно зачищаем эту территорию потому что мы туда вернемся когда мы вернемся они будут расположены рандомным образом поэтому а нам этого не надо чтобы нас хватили патронов мы уже сэкономили много поэтому больше их не экономим но желательно убивать зомби с одного выстрела в голову но у нас есть нож если чё чтобы не тратить патроны если зомби не убили с первого выстрела чтобы не тратить патроны можем можем пострелить можем добить с ножа ну как видим все нормально так этих лучше убить потому что мы сюда потому что мы сюда вернемся а они будут ходить и мешаться нам возможно вернемся может не вернемся может быть другим маршрутом пойдем но мы играем на сто процентов на победу патроны для пистолета больше не поднимаем потому что нам пистолет не понадобится теперь исключительно гробовик так перенаправляем в воду так мы их не убили но у нас есть нож как я и говорил добиваем с помощью ножа одну лишнюю одну лишнюю потратил так давайте возьмем хил на всякий случай ну все заряжаемся этих не обязательно убивать мы сюда не вернемся но мы бы не прошли к двери поэтому я их уложил так здесь мы попробуем опасную штучку против тирана идем сюда смотрим сюда на стенку и целимся ему просто как только он начинает размахиваться кулаком мы пробегаем сквозь него он промахивается здесь спускаемся по лесу сейчас жмем прицеливание поэтому быстрее чем он здесь как я и говорил никого нету видите окно у нас заблокировано зомби не смог залезть здесь все зомби исчезли толстый тоже исчез так как у нас зеленый ключ пойдем открывать дверь там что там архивы что ли так вот в эту заходим аккуратно здесь у нас лизун затем выбегаем он агрится не понимает что произошло мы возвращаемся назад и его вроде нет он ушел в соседнюю комнату да? теперь там два лизуна в комнате рядом с оружейной так как мы заколотили окно зомби не может к нам сюда ворваться и у нас все отлично берем ручку и ждем тирана слышим шаги он идет за нами так стоим вот здесь сейчас он знает где мы откуда то все он бежит за нами а мы бежим от него здесь у нас безопасно от лизуна мы избавились от зомби мы избавились так в библиотеке может быть зомби так как он прошел через этот через верх через кладовую так смотрите так смотрите когда поднимаемся по лестнице жмем правую кнопку мыши и мы поднимаемся гораздо быстрее поэтому тиран за нами не успевает вот он ходит зомби так используем ручку давайте стрельнем ему колено чтобы он нас в башку стреляем двигаем делажи и пошли по лестнице тиран а тиран не понимает что происходит а нет он пошел подниматься по лестнице только он нас уже не догонит кстати откуда тиран знает что там доски провалятся а почему он на доски не идет так это вот носим пошки этим зомбарям чтобы они тут не мешались потому что мы сейчас будем отсюда выходить они могут перегородить нам в путь когда мы будем стрелять по ним если здесь тирана не будет он узнает что мы здесь побежит за нами нам этого не надо так что желательно их убить обезопашиваем маршруты здесь у нас секретное местечко с порохом у нас как раз есть желтый порох забираем большой и можем скрафтить себе аж на шесть патронов для дробовика так ну все фишечки закончились теперь самая простая часть так не забываем взять коробочку блин он здесь стоит пройти не может так он пошел туда а мы пойдем сюда а мы пойдем сюда так проваливаемся проваливаемся сквозь дыру и бежим у нас почти закончились патроны так если бы если бы тиран пошел в сторону библиотеки мы бы пошли по верхней по верхнему этажу так заглядываем сюда нам понадобится это мы убираем так погодите берем патроны берем коробочку и нам нужна одна флешка пил мы с собой возьмем на всякий случай если нас кто-то укусит как видите здесь никого нет спокойно можем пробежаться там тетя входит она там с самого утра входит ничего страшного вот там нет зомби лезут через окно но ничего страшного потому что мы сюда не вернемся так от собак мы от всех избавились поэтому никаких проблем спокойно пробежим здесь никого нет жизни мы здесь не потратим у нас много хилов у нас много хилов так заходим сюда и вот этому чуваку нужно снести башку да да загадка довольно простая с этими с электрощитком нам нужно просто провода правильно провести чтобы два провода вывести чтобы два провода выходили на один фиолетовый так вот мы просто поворачиваем эту поворачиваем поворачиваем возле этого провода потом вот он провод идет направо этот мы направляем сюда ну и все теперь просто ведем один светящийся провод наверх довольно просто если все время в одной и той же комбинации повторять то рано или поздно после пары прохождений вы запомните как эту загадку решать интуитивно будет просто так у нас есть флешка у нас есть тиран который сейчас за нами побежит давайте ждем когда он сюда выйдет чтобы можно было его отбежать даем флешку входим с правой стороны иначе он может ударить так у нас есть граната мы можем ее сэкономить тут всего два зона не сэкономили к сожалению вышел третий зомби ну ладно можно было кинуть гранату и пробежать обычно я кидаю гранату но подумал что можно сэкономить но нет вышел третий зомби и обгадил всю малину в прошлый раз когда я просто пробегал там было только два зомби и я подумал дай-ка я схитрю сэкономлю гранату и пробегу и пробегу так не получилось так ну сейчас довольно простая часть игры мы просто бежим до канализации здесь ничего никаких фишек здесь нет ничего происходить не будет главное на аллигаторе не сдохнуть потому что был момент когда я там помер слишком рано слишком рано повернул так берем дробовик у нас становится в дробовике 8 патронов алява так ну самое сложное наверное это будет за аду то есть ничего сложного нету но если самое сложное из несложного так это за аду там главное взять флешку кинуть ее куда надо и обойти противников короче мы рисковать рисковать в этом прохождении вообще не будем будем проходить максимально сейлованно максимально просто эту тактику как я уже говорил можно использовать на playstation думаю с геймпадом тоже никаких проблем не возникнет в принципе я ничего экстраординарного не делаю так нам нам нужно взять нам нужно взять пистолет чтобы не тратить патроны дробовика чтобы подстрелить трубу которая взрывает аллигатора так сначала поворачиваем влево ну не паузу а типа вот готов все мы в у у у у Он почти нас схватил Но почти не считается И до свидания Олегатор Здесь у нас граната лежит Не забываем взять гранату Граната нам понадобится, поэтому не тратим их Как попало Экономим, экономим Так, готовимся морально к прохождению за аду За нее довольно несложное прохождение Если делать все правильно Так, давайте я это так Убрала sells монстры Для кого? Наши милитарии? И кто другого? Они не продают монстры Они продают вирусы И Аннетт И что делает вирусы Как страшно Так что аллогадр Аннетт И что более опасное так вот наконец у нас ада за нее мы в основном бегаем ничего такого здесь сложного нет перенаправляем напряжение на вентилятор ускоряем его взрывается в принципе сегмент довольно простой так мы можем здесь заранее за стенку посмотреть направить напряжение и сидим вентилятор использую так вот тактику используют спидранер и вот так вот заранее короче или направляют напряжение до того как подошли к вентилятору чтобы сэкономить время ну вам так мы не будем бежать сломя голову берем патроны быстро спускаемся обходим сейчас вот этого зомби справа вот здесь вот за ящиками до нас не доберется как раз он дойдет до нас ровно тогда когда будет надо так здесь падает зомби подходим к щитку направляем энергию на подъемник бежим сюда здесь мы берем патроны для пистолета и флешку так зомби управляем ему в колено бежим сюда здесь нас ждут два зомби мы их ослепляем спокойно пробегаем мимо них и бежим сюда здесь еще один зомби нас ждет но мы его не боимся потому что мы умеем простреливать колени колени до красного колени и все так теперь меняем на на этот приборчик который перенаправляет напряжение открываем дверь направляем на вентилятор все миссия выполнена довольно просто согласитесь так ну чё нам осталось а только щитки она перенаправить электроэнергию засовы и все мы прошли миссию за да из-за леона в принципе тоже самое простое осталось что такое зомби как что с Так, и вот нам управление дают за Леона. Бежим к нашему первому сохранению в канализации. Ну, за Леона здесь, в принципе, мы никого не встречаем по пути. Так, слева у нас лежат патроны для дробовика. Ну, брать мы их не будем, нам хватает патронов для дробаша. Смысла нет. Не по пути. Леон слишком ленивый, чтобы дополнительные патроны подбирать. Так, здесь у нас зомби ходят. Его надо убить, желательно, чтобы он не мешался нам. Так, вот этого чувака можно убить выстрелом. Одним выстрелом, если его не убить сейчас. Если его не убить сейчас, то он потом будет ходить, мешать нам. Так, ну давайте всех здесь убьем. Чтобы когда мы вернулись сюда, здесь никого не было. Да, равно нам патроны от пистолета девать некуда. Вот, все, минус башка. В принципе, они особо нам не помешают. Но, чтобы не рисковать, избавимся от них. Нож нам, не знаю, нужен, не нужен, посмотрим. Пистолет мы сейчас уберем и больше использовать его не будем. Это было последнее использование пистолета в игре. Здесь у нас порох лежит. Сбираем его заранее, чтобы потом места не тратить. Стреляем в этого ублюдка. Бегаем мимо. Нужно быстро действовать. Иначе он схватит нас или ударит. Здесь у нас патроны для дробаша. Ящички-патроны для магнума. Но у нас его нету. Мы его использовать не будем. Так. Давайте заранее опустим этот мост. Потому что если мы сдохнем, чтобы можно было... Чтобы по тысяче раз его не использовать. Здесь у нас чернильная лента. Так, и фигурки поставим. Куда надо. Заранее. Так, это у нас... Слон. Слон. Так. Там мы у вас соберем сейчас хилку. Хилку мы соберем, значит. Значит, нам ничего не надо. Патроны для дробовика мы убрали. Все. Мы берем только дробовик. Пошлите. Также у нас место освободится... После того, как мы патроны из дробовика потратим, у нас освободится место в инвентаре. Подбираем сейчас траву. На всякий случай. Если нас отравят... Болотные твари. Ну, я думаю, все будет чики-брики. 2.12.8 Здесь лежит апгрейд для дробовика. Будем стрелять. Точнее, быстрее, лучше. Так. Здесь пара зомби. Нужно им снести башку. Покрадываемся потихо. Это я промазал. Так. И вот этого дядю нужно заранее снести. Чтобы потом он выйдет на волю. Так. Пока открывается дверь, мы возьмем гранату. Она пригодится, если нас схватит. Запустим ему... Вот. Гранату. Здесь бежим, пока он вылазит. И тормозят. Бежим мило. Если затормозить, то он нам перегородит дорогу. Нам такого счастья точно не надо. Так. Так. Покрадаем для дробаша три штуки. Здесь патрон для пистолета. Не берем. Этому башню сносим, чтобы он нас не схватил, когда мы вернемся сюда. Здесь, как вы видите, мы уже разделались с ребятами. Никакой опасности нет. Возвращаемся назад. Так, зомби. Ой, ребята, нам не повезло. Ладно, пусть вылазит. Иди сюда. Так, пока он уходит под воду, бежим. Стреляем, короче, в него. Когда он уходит под воду, нужно быстро спускаться и бежать. Иногда он стоит возле... Ну, возле этого спуска. Тогда тоже он там что-то руками машет, машет, машет. Мы ждем, когда он начинает опускаться под воду. Сразу же бежим. И мы у него пробегаем. Если затормозить, то он нас хватит. Будьте уверены. Здесь главное вовремя бежать. Ничего сложного нет. Если не успели с первого раза, то лучше вернуться назад на этот... На... На сухую область. Ну, подняться наверх и снова попытаться не уйти. Так. Ну, ладно. Сейчас самая сложная часть. Давайте будем уворачиваться. Он бьет рукой, мы убегаем. Так, этот схватил. Не получилось, пожалуйста. Ну, на этом у нас граната есть. Дай мне вновь гранаты. И обходим. Все, мы обошли все. Даже пила не понадобилась. Главное, не оглядываться назад. Просто бежим вперед. Впереди нас ждет простейшая загадка. И нам нужно забрать... Нам нужно забрать огнемет. Огнемет это ключевая вещь в нашей протегии. Сбиваем этого зомби заранее, иначе он упадет, будет нас кусать. Нам этого не надо. Берем королеву. Идем к огнемету. Или это король? Это король. Так, забираем огнемет. Так, забираем. Фигурки назад. Сваливаем. У нас все штекеры есть. Босс довольно легкий. Может один раз нас ударить. Так. Нам не повезло опять. Рэндом сказал, что... Что этот дядя где-то будет прятаться. Где прятаться? Неизвестно. Ладно. Мы спокойно прошли. В принципе, он куда-то ушел. Никто нам не помешал. Отлично. Идем дальше. Идем прямо. Как начинает этот дядя вылазить. Поднимаемся на сушу. Он промахивается. Спускаемся и... Бежим. Бежим, бежим, бежим. Все. Мы довольно сложный сегмент прошли. Очень. Очень. Легко. Здесь мы убили всех зомби. Так что здесь опасаться нечего. У нас есть мега пушка. Огнемет. С помощью которой мы будем валить двух последующих боссов. Так. У нас есть дробовик. Дробовик мы оставим. Эту мы уберем. Хил мы оставляем. Возьмем одну флешку. Так. Ладью ставим. Здесь у нас король. Напротив коня. Королева. Напротив. Ладью. Дверь открылась. Так. Нам нужен огнемет и дробовик. В принципе, огнемета хватит. Здесь мы еще соберем одну траву. Тройную траву. Включаем электричество. Но выбраться мы отсюда уже не сможем. Убегаем вот к этому вентилятору. Здесь мы в безопасности. Так. Если стрелять ему в руку, то он раньше откроет дверь. Но главное попадать. Не так, как я. Можно кинуть. Можно было кинуть в него гренку. Так. Я попал ему. Класс. Ладно, сэкономим. Сэкономим. Одно. Один патрон. Будем его сжигать. Тактика следующая. Стоим возле него. Когда он начинает беситься, отходим. Тогда он будет попадать по воздуху. Короче, вот так вот маленькими шажками его отходим и понемногу сжигаем. Когда у него у вас когда у вас останется 200 патронов убегаем. Бежим сразу же к лифту. Жмем. Бежим от него. Бежим, бежим. Он нас ударяет. Ничего страшного. Заманиваю его и его в ловушку. Жгем. Отлично. Называем лифт. Так, у нас есть флешки. Мы потратили... Нужно потратить меньше половины здоровья. Тогда он гарантированно улетит. Как понять, что мы потратили у него больше половины здоровья? Довольно просто. В огнемете должно остаться около 100 единиц горючего. Больше нам здесь ничего не надо. Короче, примерно 4 выстрела из дробовика по глазу и 300 единиц горючего на него и у него остается пол жизни. Затем вызываем контейнер и он улетает вниз. Все просто. Можно было сделать еще проще. Чтобы он не ударил вас кинуть флешку а затем его сжечь. Вот так вот можно сделать. Либо сжечь его и кинуть флешку. Короче, ну в любом случае это без вариантов ему хана. Флешку обязательно с собой берите потому что когда будет приближаться контейнер он на вас будет разгоняться. И чтобы гарантированно он вас не схватил вы можете кинуть флешку когда он останется на месте на долгое время. Я не стал ее использовать потому что я был уверен что я его так убью. так мне наверное нужно пополнить боезапас дробовика потому что сейчас будут зомби одного патрона мне явно не хватит. И жизнь восстановить. Я не хочу использовать траву для восстановления жизни потому что она с фроней идет. Мы лучше используем обычный лечебный спрей. Такс. Ну слушайте тут довольно простая часть игры осталась. Бежим направо берем гранату здесь подбираем баллон для поднемета обходим всех зомби по крайней стороне убираемся по лестнице дальше на кухню так здесь будет нож и порох ножик так здесь у нас дядя стоит нужно аккуратно двигаться либо он справа либо слева стреляем ему в голову несмотря на то что дробовик Леона был повернут в сторону потолка так апгрейдим огнемет это обязательно это обязательно потому что огнемет наше ключевое оружие убираем браслетик и валим отсюда если пробежать мимо двери то сюда выйдут зомби не успели выйти не повезло им так здесь у нас лежат патроны для дробовика до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует... Продолжение следует... Все, что нужно, мы сейчас подберем здесь. Здесь у нас лежит порох. Желтый. Берем порох. Пробегаем мимо плющей, пока они не встали. Берем гранату. Используем код 2067. И 3123. Открываем гринхаус. Не забываем взять микстуру. Так, мимо ядовитых плющей, лучше иметь с собой какое-нибудь запасное, ну, вторичное оружие. Типа гранаты, ножа. Потому что если они схватят... Это будет конец игры. Они убивают с одного удара. Ну, благо здесь лежат гранаты в лаборатории. Так, здесь легко запомнить эти цвета. R, red, green, blue. Они все время повторяются. Комбинация повторяется. Red, green, blue. Red, green. Blue. Red. Green. Так, аккуратно выходим. Потому что плющ может быть где-то рядом. Мы будем... Мы не будем их убивать, мы будем их оглушать. Просто стреляя из гробовика и пробегая мимо. Самый простой вариант. Ну, смысла их убивать нет. Огнемет нам нужен. Новички, короче, допускают ошибку. Они используют огнемет для убийства плющей. Это большая ошибка. Потому что... Огнемет нам пригодится. Для босса. Иначе босса будет очень тяжело убивать. Так, вот этих троих нужно снести. Потому что они оживут. И будут нам мешаться. Здесь мы хил сделали. Бежим сначала прямо. Спокойно бежим. Проблем. Потом сворачиваем... Сворачиваем направо. И... Лизун промахивается. Работает всегда. Сто процентов. Никаких рисков. Все риски банк берет на себя. Так, убиваем этих зомби. Блин, он... Ноги сломал. Ладно, в любом случае его добьем. Мало ли. Зачем нам рисковать? Здесь нам нужен модулятор. Ну и все, собственно. Теперь возвращаемся в лабораторию. Лизуны там вдалеке стоят. Самое сложное. Это ядовитые плющи. В этой лаборатории. Потому что там тиран будет за нами охотиться. И плюс плющи. Это ядреная комбинация. Так, сейчас они на нас сагрятся. Так, мерф. Изучаем. Переключаемся на мерф. Жмем рандомные кнопки. Там влево, вправо, вверх, вниз. Смотрим, как оно все сходится. Красиво. Я не запоминаю комбинацию. Какую нажимать на этом модуляторе. Просто жму кнопки. Там влево, вправо. Влево, вверх. Влево, вверх. Влево, вверх. Вверх. Влево, влево, влево. Вверх. И оно... Рано или поздно сходится. Я серьезно вам говорю. Как обходим этих лизунов спокойно. Ну и все. Лизуны идут налево. Мы идем направо. Обходим столики. И все просто. Они всегда одинаково действуют. Здесь никаких сюрпризов. Никаких сюрпризов здесь не бывает. Замораживаем микстуру. Так, сейчас посмотрим, как нам повезет с этими... С ядовитыми плющами. Будем называть их плющами. Потому что если они... Все встанут у нас на дороге, это... Крышка. Это будет жопа. Ну, в принципе, у нас есть два маршрута. Мы можем пойти мимо лизунов, а можем пойти мимо плющей. Здесь мы просто тихо ходим и... Еще один порох. Так, знаете, чтобы не тратить гранаты... Мы возьмем ножи. Если нас хватит, мы просто ножом жахнем, да и все. Никаких проблем. Но проблема, господа. Так, надеюсь, патронов для дробовика хватит. Для того мы ножи и коллекционировали. Чтобы у нас с одного удара не вынесли. Так, бежим направо. Там плющ стоит. Сейчас мы стреляем в пузо. Там тоже. Ну, я думаю, три раза-то меня не схватят. Так, один здесь валяется. Один на пути. Ладно, посмотрим. Как оно будет. Будем стрелять на всякий случай. Так, этот не встал. Слева не встал. Да, не встал, не встал. Право не встал. Нам повезло. Короче, рандом идеальный. Ну, и эти ребята тоже, короче, нормально встали. Ну, и все. Мы идем к боссу. Прямиком шагаем к боссу. Редактор субтитров, Корректор А.Егорова. Так, здесь у нас граната лежит. Выбираем гранату, используем модулятор. Что у нас тут? Оз. Тыкаем кнопочки. Вниз, вниз. Влево, вправо. Влево, влево, вниз, вниз. Лево, 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 лево. Там что-то начали волны. Совпадать. Я тогда два раза вниз нажал и все. Я вам рекомендую, короче, нажимать все время в одну сторону. Влево, вниз, вниз, лево, вниз, вниз. Там лево, лево, вниз, вниз. Либо лево, вниз, вниз, лево, лево. Либо лево, лево, вниз. Короче, так вот тыкаете. И это гораздо быстрее подобрать, чем там включать мозги и пытаться там соотнести какие-то там комбинации. Типа, вот я сейчас буду. Короче, можно натыкать. Нарандомить можно себе. Легко. Так, ну чё, убираем всё это барахлишко. Модулятор убираем. Так, наверное, этот-то мне понадобится. Гранаты нам не нужны, потому что они не оглушают противника вообще никак. Огримёт нужен. Топливом. Ну там топливо ещё на поле боя лежит. Так что не страшно. Так, 20 патронов. Перезарядимся. Возьмём лучше побольше. Давайте... Ладно, гранаты мы, наверное, не будем использовать. Хотя нет, если он меня схватит... Если он меня схватит, мы используем гранату. Хил. Главное, хила побольше взять. Охраняемся. Берём хил и топаем. Тактика простая. Ломаем ему глаза, затем сжигаем из огнемёта. Всё очень просто. Так, сначала ломаем ему правый глаз. Движдым за спину, ломаем ему спинной глаз. Затем он разворачивается. Затем он разворачивается. Очень злой. И ударяет мне по спине. Мы получаем ранение. Включаем броню. Всё, мы ему сломали все глаза. Стреляем в глаз в центре. Не убиваем его. Начинаем сжечь. Когда он пыгает, бежим, короче, прямо на него. И он промахнет. С этого он нормально начал размах. Давайте можно выстрелить ему в глаз, когда он... Дядя промахнулся. Ну и всё, сжигаем. Нам хватит огнемёта. Бежим на него. Он промахивается. Если с лечой, лежит ещё один баллон. Да пошёл ты, друг. Жгём его, жгём. Жизнь у него тратится, 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 тратится. Давайте я покажу, где здесь баллон лежит. 200 единиц. Так что нам огнемёта... Можно даже без дробовика его лупить. Огнемёта здесь вполне хватает. Всё, он сгорел. Так. Здесь парочка гранат. Нам они пригодятся для сражения с тираном. Я, кстати, единственный... Используем хил. Единственное, где я получил урон, это на трёх боссах. Здесь граната. Единственное, кто меня может завалить, это боссы. Точнее, они завалить меня не могут. Они могут меня ранить. В самое сердце. Три босса, три ранения. Ну, теперь осталось на тиране получить одно ранение и всё. Программа максимум выполнена. Так, отправляемся вниз к тирану. Ну, с ним тоже довольно простая битва. Ничего сложного нету, просто закидываем его гранатами и всё. Программа максимум выполнена. Так, у нас впереди ждут плющи. Но мы их расстреляем с помощью дробовика. Никаких проблем нет. Забавно, что этот лифт знает, когда ехать вниз. Я даже кнопку не нажал. Стреляем его в грудь, потому что мимо пробежать не получится. Кстати, за Клэр можно пробежать мимо них. За Леона его схватят. За Клэр можно. За Леона нельзя. Напомните. Главное не перепутать. Это из какого-то аниме. Он так вот показательно врывается прямо навстречу него. Так, убираем, короче, всё это добро. Давайте, наверное... Дробовик-то мне, по сути дела, не нужен. Давайте вместо флешек возьмём хилл на всякий случай. Оружие атак для красоты. Так, сейчас он покрещит и пойдёт на нас. Китаем гранату за спину. Он на нас отлетает. Бежим в другой угол. Он идёт за нами. Ждём, когда он подойдёт. Кидаем гранату за спину. Он отлетает на нас. Так, в третий раз он будет прыгать. Пока гранату не кидаем. Ждём, ждём, что он будет делать. Прыгает. Так, уходим налево и убегаем. Так, сейчас стоим, ждём. Он идёт на нас. Кидаем гранату. Он... Он отлетает на нас. Затем бежим в другой угол. Он снова прыгает. Так, уходим. Бежим в следующий угол. Китаем гранату отлетает на нас. Бежим в угол. Он прыгает. Так, возьми. Берём флешки. Я заметил. Завтыкал. Так, главное... Когда он разгоняется, главное... Кидать у него флешку, не гранату. Потому что если кидать гранату... Потому что если кидать гранату... Если кидать гранату... Гренку, то... Она может не сработать. Здесь есть такой баг. То есть ты кидашь гранату, он всё равно... Она его не оглушает, он бежит. А флешка 100% срабатывает. Так, кидаем... Отходим назад, кидаем гранату. Оглушаем его. Берём гранатомёт. Стреляем из гранатомёта. Конец. Ну, слушайте, я на всех... Босс получил по ранению. Ха-ха-ха. По классике. Стреляем из ракетницы. Здесь прекрасная анимация. Как они все разлетаются. Ну, вот и всё, собственно. Так вот. Так вот я прохожу... Престерпуру. Обо всех фишках, которые я использую, я рассказал, в принципе. Что и зачем, как и почему. Получилось сейчас 28 С+. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Увидимся. Всем пока-пока.